Танкисты, данный видос не претендует на истину. Мнение каждого тут точно имеет место быть. Пишите в комментариях свои сборки перков на тот или иной класс техники. Или же просто оставляйте скрины своих сборок под этим видосом в моей группе ВК. Здарова танкисты, с вами Слим. Сегодня выпуск будет посвящен новым экипажам Roll Stinks на консолях. Если ты ждал этот видос и он будет для тебя полезен, не забудь поддержать его лайком. Также, если ты впервые на канале, присоединяйся к нашему танковому сообществу, нажав кнопочку подписаться на канал и прожав колокольчик. Чтобы не делать видос достаточно большим и обширным, я покажу вам несколько сборок, которые я считаю оптимальны для того или иного класса техники. После обновы 6.0 максимально прокачанный экипаж имеет 9 свободных ячеек. Соответственно, вы можете выбрать всего лишь 9 перков. Чтобы проще было ориентироваться, давайте определимся с тремя обязательными перками, которые мы будем использовать в каждом классе техники. Первый перк 6.0 чувства. Второй перк это наше старое боевое братство, который сейчас называется прирожденный лидер. И третий перк, который уменьшает нашу перезарядку. Так и называется быстрая перезарядка. Очень радует, что данное умение мы можем использовать на всех типах техники. И он весьма эффективен на танках с долгой перезарядкой и даже на барабанных машинах. Четвертый перк по сути тоже является обязательным в нашей сборке, но к сожалению подходит не для каждой машины. Данный перк называется радиоперехват и он увеличивает наш обзор. Он обязателен для ЛТ и СТ и для некоторых тяжест ПТ-САУ, которые могут похвастаться хорошим обзором. На слепые машины лучше его не ставить. Четыре перка мы уже использовали, осталось определиться с остальными пятью перками. Ну или же в некоторых сборках шестью. Давайте начнем с легких танков. Первая сборочка для ЛТ-водов, которые часто на своих машинах используют тактику пассивного насвета. Соответственно в пятый слот мы ставим перк цель захвачена. Он позволяет обнаруженному противнику светиться на три секунды дольше. Последующие три перка у нас будет исключительно касаться маскировки. Устанавливаем перк эксперт по маскировке. Он увеличивает незаметность машины. Также перк приглушенный выстрел. Иногда у вас будет возможность, когда вы стоите в кусту и, например, вражеские ЛТ на вашем фланге слились. И в радиусе нет глазастых машин. У вас будет возможность отстреляться безопасно по вражеским танкам. И за счет перка приглушенный выстрел, который на 35% снижает негативный эффект от стрельбы. Вы сможете вести огонь со своего куста безопасно. Это мастер маскировки, который на 10% увеличивает вашу незаметность при укрытии в листве. И у нас осталась одна девятая ячейка, в которой я предлагаю установить перк, не сбавляя скорости. Который на 10% увеличивает вашу точность на ходу. В каждом бою постоянно вы в кусту светить не сможете. Периодически вам придется двигаться. А то и чаще контрить вражеские ЛТ. Схватки с которыми при стрельбе на ходу не обойтись. Так что данный перк будет весьма полезен. Как вы уже заметили, в данной сборке я не использую перки на ремонт. Исключительно в расчете на многоразовые расходники и на более осторожную игру. Если же вы на легком танке играете более агрессивно, постоянно катаетесь на первой линии и никогда не используете тактику пассивного насвета, то из перков с маскировкой оставляем обычный стандартный эксперт по маскировке. Убираем же перк приглушенный выстрел и мастер маскировки. Вместо них лучше поставить перк Виртуоз и плавный поворот башни. Что позволит вам гораздо проще закружить врага и быть более эффективным на ходу. Что касаемо средних танков, тут тоже покажу две сборки. Первая подойдет для средних танков, которые являются достаточно картонными, которые не могут позволить себе агрессивно играть. Играют на второй-третьей линии, чаще всего отыгрывают танк поддержки. Танки, которые можно отнести Леопард-1, Проджета и многие другие. Первые четыре перка, которые я озвучил в начале видео, не меняем. Пятым ставим Искусственный Стрелок, он дает нам плюс 10% к точности. Следующим перком ставим Уход за орудием, он на 25% уменьшает негативный эффект расстояния в бронепробитии снарядов. Очень эффективно, когда вы стреляете издалека через всю карту. За счет этого перка пробить даже твердого врага у вас будет больше шансов. Поскольку наши танки достаточно картонные и они не любят светиться, в седьмой слот обязательно ставим Эксперт по маскировке. Но поскольку это ИСТ и рано или поздно нам все же придется двигаться и тем более стрелять на ходу, восьмую ячейку ставим перк не сбавляя скорости. А в девятый плавный поворот башни. Для агрессивной игры на средних танках, которые могут позволить себе играть ближе к противнику, в сборке Леопарда-1 я рекомендовал бы поменять два перка. Убираем перку Уход за орудием и плавный поворот башни. Ведь дистанция нашего боя неплохо сократится и точностью можно немножко пренебречь. В первую свободную ячейку ставим перк «Полевой ремонт», что позволит нам не давать противнику продлевать сбитую гуслю в ближнем бою. И во вторую свободную ячейку ставим перк «Цель захвачена», благодаря чему при нашей агрессивной игре обнаруженные нами противники будут дольше светиться, что позволит вам при вашей агрессивной игре получать больше ассиста по разведданным, за счет того, что у союзников, прикрывающих вас, будет на 3 секунды больше времени для совершения точного выстрела. Теперь давайте рассмотрим сборочки для тяжелых танков. Две штуки. Первая из них для тяжей универсалов, таких как, например, «Суперконь», «Е5», «ИС-7», «Ваза-111.5А» и тому прочее. Танки, которые более мобильны, могут подключиться и на фланг «СТ» и, соответственно, играть на первой линии. Первые четыре перка для этих тяжей неизменны. Шестое чувство – «Прирожденный лидер» и «Быстрая перезарядка». В четвертый перк ставим радиоперехват, в пятый устанавливаем скрытое передвижение, потому что танкам очень часто она будет поджиматься на первую линию раньше других и, соответственно, надо минимизировать шансы вашего обнаружения, особенно, когда вы едете на фланг «СТ». Также выбираем полевой ремонт. На первой линии нам часто будет сбивать гуслю и, соответственно, надо от этого страдать меньше. Плавный поворот башни. Перк, который повысит нашу точность при повороте непосредственно самой башни. После этого выбираем перк «Искусственный стрелок» плюс 10% к точности. Данным машинам все-таки достаточно часто приходится перестреливаться и издалека. И в последний перк на ваш выбор поставить или еще один ремонт, или же перк «Отчаянный», который дает плюс 15% к скорости перезарядки, если у машины осталось менее 10% точности. Перк, который в каждом бою точно у вас не будет работать, но если вы остались шотными, возможно, именно этот перк, дав вам дополнительные секунды, не раз выручит в бою. Вторая сборка для больших массивных тяжей, такие как «Маус», «Тай-5 Хэви», «Е100», «ПЗ-7» или «Тапка Лев» из премиум-магазина. В общем, для них следующая сборка. Перк «Шестое чувство», «Прирожденный лидер» и «Быстрая перезарядка без изменений». В четвертый слот мы уже не ставим обзор, потому что эти танки очень часто слепые или из-за того, что они очень большие, их и так пересвечивают. Соответственно, я рекомендую в четвертый слот поставить перк «Толстокожий», который на 5% уменьшает получаемый урон. То есть, я так понимаю, на 5% у противника будет всегда меньше альфа. В пятую ячейку устанавливаем перк «Полевой ремонт», в шестую «Стреляй первым». На 10% у нас быстрее будет поворачиваться башня, особенно актуально для танков с медленной башней, такие как, например, 705А или «Маус» с Е100. В седьмую ячейку устанавливаем перк «Виртос», который увеличивает скорость поворота нашего корпуса, дабы нам проще было развернуться, если нас начинают кружить быстрые танки. В восьмую ячейку ставим перк «Отчаянный». В девятую ячейку ставим перк «Слесарь-механик» или же на ваш выбор «Мастер Тарана» или «Король бездорожья». Сборка для ПТ-САУ. Первый раз смотрим подборку перков для ПТ-САУ первой линии, таких как Як-ПЗ Е100, Объект 268 Вариант 4, Е4, Е3, Объект 263 и тому прочее. То есть, машины, которые имеют неплохое бронирование и очень часто могут себя использовать на первой линии, не только в кустах. Первая ячейка, шестое чувство, дальше ставим «Прирожденный лидер», «Быстрая перезарядка», обязательно ставим «Искусственный стрелок», перк «Виртуоз», который увеличивает скорость поворота корпуса, особенно это актуально для рубковых ПТ-САУ. Далее выбираем «Плавный поворот башни», «Слесарь-механик», дальше ставим два перка на «Ремонт», «Слесарь-механик» и «Полевой ремонт», особенно актуально для рубок. И после чего в девятую ячейку устанавливаем перк «Уход за орудием». Вторая сборочка подходит для картонных ПТ-х, они же «Хрустальные пушки». Данные машины настраиваем в большей степени на маскировку и на игру на дальних дистанциях для более безопасного боя. Первые четыре ячейки – это наши неизменные перки, шестое чувство, «Прирожденный лидер», «Быстрая перезарядка» и, конечно же, «Радиоперехват». Дальше ставим такие перки «Скрытое передвижение», «Эксперт по маскировке», «Приглушенный выстрел», «Мастер маскировки» и «Искусственный стрелок». Если вдруг на вашей ПТ-САУ вы часто не пробиваете противника издалека, то один из перков на маскировку можно заменить на перк «Уход за орудием». Для артиллерии ставим следующие перки «Шестое чувство», «Прирожденный лидер», «Быстрая перезарядка», «Искусственный стрелок», «Который повышает нашу точность», «Видео арты с этим проблемы». Далее ставим «Плавный поворот башни», также для арты не лишним будет перк «Снайпер», который мы ставим в шестой слот. После чего выбираем «Уход за орудием», ведь артиллерия 90% своих выстрелов делает действительно с дальней дистанции. После чего не лишним будет поставить перк «Виртуоз», и в последний девятый слот ставим перк «Маскировку», или же если эта арта достаточно большая, громоздкая и тяжелая, и вас любят таранить враги, то не лишним будет поставить перк «Мастер тарана». Танкисты, надеюсь данный видос был вам полезен. Удачи всем в рандоме, до новых встреч, пока!